Мы были на работе, стояли на К-700, я работаю. И напарник мой вышел в интернет и по телефону он нашел вот эту статью. Он говорит, по-моему... Владимир не может спокойно говорить о том, что сын в реанимации он узнал из интернета. Военные не спешили каяться. По телефону комбат сказал, ничего серьезного, несколько царапин. А оказалось сильнейшая контузия и осколочные ранения. Мы им отдали сына, а теперь кто? Коллега? Что теперь с него будет? Теперь же головные боли, контузии тем более. И что там еще за рана, мы не знаем еще. Чтобы приехать к Андрею, родители спешно занимали денег. В маленьком селе Ташлинского района нищета. Поэтому Андрей буквально рвался в армию. Призыв деревенскому парню казался единственной возможностью дослужиться до нормальной жизни. Он говорил родителям, останется в армии по контракту. Но от присяги до лазарета прослужил всего три месяца. Его собрат по несчастью, призывник из Башкирии Артур Кувандыков, на службу тоже не жаловался. Теперь занимает койку военного госпиталя с ранением в шею. На 18 часов сегодняшнего дня состояние обоих солдат стабильное. Угроза жизни ничего не представляет. Утром в четверг солдаты, как обычно, занимались утилизацией старых боеприпасов. Произошел взрыв. Кувандыкова и Деменюка экстренно доставили в госпиталь. Больше информации нет. Подробности сейчас выясняют военные следователи и прокуроры. В настоящее время убыла следственная группа офицеров военного следственного отдела по Оренбургскому горизону, которая уже занимается установленным обстоятельств конкретных произошедшего. Я также планирую убыть на полигон с целью проведения этих мероприятий. Сейчас уже известно, по факту ЧП возбуждено уголовное дело. Подробностей, опять же, никаких. Ворота части закрыты. Что происходит за шлагбаумом, рассказывают только перепуганные до смерти солдаты. Я просто удивлен, почему сегодня поехали. Вчера произошел в грыз. А сегодня опять они поехали на рамку. Сегодня опять поехали на рамку. Я телажник. Я загружал боеприпасы, но у меня... Я не хочу этого делать, потому что это опасно. Потому что, мало ли чего, боеприпас может зарвать. Я туда, когда езжу, я задумываю о том, а вот раньше я обратно живым. А ведь меньше месяца назад военные соизволили запустить журналистов в часть. Обещали показать утилизацию. Ведь на базе полигона создано специальное подразделение, чтобы уничтожать прозраченные снаряды. Но показали только саму часть. Столовую, палаточный городок. Все как будто игрушечное. Без солдат, идеально прибранное, образцово-показательное. О службе говорили, как об игре в зорницу. Военная служба, в принципе, всегда была испытанием для мужского пола. В данном случае это тоже есть некое испытание на его мужественность, физическую его пригодность. И только десятки родственников солдат возмущались. Они осаждали часть и требовали освободить неопытных призывников от обязанности носить ящики со снарядами эпохи Второй мировой. Говорили, это работа для контрактников. Вот только к нервным крикам солдатских матерей никто не прислушался. Да я раззвоню всем. Прячьте своих детей куда угодно. Подвалы, я не знаю, в другие города, в другие страны. А ведь поводы для паники есть. Эти кадры мы снимали в июне в Базулукском районе. Там хранили 12 тысяч тонн устаревших боеприпасов. На арсенале начался пожар, снаряды взорвались. Осколки боеприпасов разносило на несколько километров по округе. Канонада разрушила три дома в военном городке. Офицерские семьи бежали от места службы через лес, куда глаза глядят. Последствия ЧП устраняли почти неделю. В самом Донгузе трагедия при утилизации тоже не первая. В марте прошлого года здесь погиб солдат инженерно-саперной роты Андрей Салихов. Тем временем армейские чины безмолвствуют. В Центральном военном округе ссылаются на тайну следствия. И под этим благовидным предлогом отказывают в любой информации. Видимо, оберегают честь мундира. Вот только можно ли сохранить престиж армии, которая несет потери даже в мирное время, пытаясь избавиться от залежей собственного взрывоопасного хлама. Елена Кузнецова, Станислав Доминов, Юрий Мишенин, Дмитрий Журавлев. Наше время.